Всем здорова, господа. Продолжаем проходить Долину Шорохов. Два задания всего у нас сейчас есть. Ну, вообще больше, но именно на карте, которая два. Это добраться до лагеря бандитов и встретиться с Максимилианом. Ну, лагерь бандитов по пути, поэтому сначала мы пойдём туда. Спасибо за поддержку прошлой серии. В принципе, всё ок. Так что, продолжаем играть. Я помню, писали, что грибы пригодятся. Правда, непонятно, в какой момент. Не, ну, написали в какой, но я не знаю, когда он наступит. Мне кажется, не скоро. Поэтому, если будем по пути где-то видеть грибы, то надо будет забирать. Блин, а я что-то ночью пошёл. Ну, вечером, точнее. Ну, ладно, я думаю, ничего страшного. О чём можно поговорить, пока мы идём? Не знаю. На самом деле, стала мне бросаться в глаза такая тема, что... Ну, чё-то как-то моддинг на сталкер. Мёртвый сейчас какой-то. Я вот так чё-то листал как-то вот. Ну, элементарно... Ёп твою медь, понятно. Элементарно, перед тем, как запустить прохождение, да, я искал, типа, какой мод. Бляха, я не сохранялся. Ну, ладно, хотя бы посплю. Так вот, искал, какой мод пройти. И поймал себя на мысли то, что в этом году, ну, уже почти половина года прошла. А не вышло, равно счёту, нихера. Я вот помню, когда в 2017-м канал только взлетал, скажем так, да. Да и в 2018-м. Ну, короче, уже тогда некоторые челы уже ныли об этом тоже, типа. Вот, моддинг мёртвый и так далее, и так далее. Но, блин. И так оглядываешься на эти года, так там до хера годнотыпа выходила всякой. А потом смотришь на релизы за полгода 2022 года. Всё, что вышло, одна рафляная новогодняя короткометражка. Всё остальное, это графические моды, погодные моды, ремейки каких-то старых модов, обновления. Ну, и вот это вот, Хабар Пантеры, но это без комментариев. Перестали выходить обычные моды, вот как Долина Шорохов, например, да. Просто с обычным новым сюжетом. Какие-то истинные пути версия 2.0, OP 2.2.8. Ну, по факту, это же просто обновление старых модов. OP 2.2, это обновление OP 2.1. Истинный путь 2.0, это обновление просто обычного истинного пути. Что-то там, что ещё было? Научный поход, по-моему, ремейк, что-то такое тоже. Вообще, короче, за 22-й год ни одного вот нормального мода с новым сюжетом. Продолжительность, ну, хотя бы 3 часа от 3 часов не вышла. Только, опять же, ночь перед Рождеством, но это традиционная, рафляная, прям очень короткая модификация. А я говорю именно про дефолтные. Ни одного не вышло. А потом я листал 2017-й, там просто, ну, каждый месяц стабильно. Ну, не стабильно, на самом деле. Иногда были небольшие затишья. Но всё равно чё-то выходило, там листаешь. Опа, ветер времени вышел. Опа, воле и случая, там. Игра душ начала, тёмное братство. Всё это, ну, моды такие, какие они должны быть. Заходишь, там, хоп, новая история, играешься, фигня. Ну, Народная Солянка 2016, не знаю, можно ли отнести к полноценным, типа, модам. По факту, это же обновление Народной Солянки 2010. Но даже там работы проделано больше. Там основной сюжет допилили. Это уже хоть что-то. Остальфа DC тоже. Грустно, короче, парни, грустно. Ладно, наконец-то я подошёл к лагеру бандитов. Найти главаря бандитов. Без проблем. Ну, видимо, он здесь. Куда прёшь? Я из канадской компании, хочу набор косметики по хану твоему продать. Да вот, думаю, к вам в банду вступить. Не думаю, что Костя лапсердак примет такого фраера, как ты. Да пошутил, а дело у меня к костяну. Ну, проходи, только не балуй. Понял. Здорово, блин, у нас с утра идёшь пилить, да? Неприятно. Ну, ладно. Еду я у тебя всю сворую. Чё надо, сталкер? Я насчёт хабара, который твоей рахарасы, ломанулил сталкеров на днях. А, это маленький ящичек такой, синий. Да. Не, не слышал. Кончай дуру гнать. Это вещь Максимилиана, слыхал я таком? Да мне до одного места чьё добро? Те двое нажрали с водяры и хабар в карты проиграли. Правда, ящик заблокирован. Мои братки об него чуть зубы не сломали. Короче, давай 10 косарей, можешь забрать. Вот такой вот полю чудес, мля. Ха. Ну, тут вариков других нет. Либо валить их, либо платить 10к. А у меня нет 10 тысяч. И где я возьму эти 10 тысяч? Да. Я помню то, что я их всегда убивал. Я не знаю, если я убью, то чё будет? Типа, у них есть какие-то другие квесты потом или нет? Если нет, то я бы их убил. А, кстати, знаете, чё я забыл? Я забыл и этот. Ящик охотников открыть. Ну ладно, потом открою. Он никуда не убежит, я думаю. А, Вой, зато я сейчас читал комментарии и узнал, для чего грибы нужны. За грибы у учёных можно типа радиацию на артефактах удалять. А ещё они ограничены. Печально, потому что я некоторые продал. Ну ладно. Короче, я пролистал все комментарии, не нашёл ни одного. Но я рискну. Убью бандосов. Я так думаю. Но я помню то, что я их почти всегда убивал. Так. О! Не надо! Тише, тише. Аптечку использую. Оу. Щит. Опа-опас. Смотри, смотри, у него абакан. Вот чё это за звук. Успел? Не успел он кинуть. Сюда. Абакан. Ой! Тут ещё оказывается. Всё, надеюсь? Вроде больше никаких шагов, дыханий, реплик. Ничего такого я не слышу. Фух, ну и ужас. Дай свой абакан. Так, ну тут как бы полный фарш. И прицел, и всё на свете. А это всё подойдёт сюда? А, это и сюда подойдёт. А нахрен мне нужен абакан? Так, ну-ка. Вот так вот это всё выглядит. Ну, я, конечно, не любитель 3D-прицелов. Но тут от них никуда не деться. О, с гранатой помер. Но это зашкварная смерть, конечно. Так, пойдём проверим. Синий ящик я вообще получу? Таким методом или нет? Ну, вроде получал. Не знаю. У меня на памяти именно так. Как-то что? Я всегда именно убивал. Потому что у меня всегда денег не было. О, чё это у тебя? А, надёжность. Такое все. Да, синий ящик на месте. Посылка для Максимилиана. Сколько-сколько весит? 12 килограмм, твою мать. Сейф открыть вроде как нельзя. Музыка играть перестала. Ну всё, недолго музыка ваша играла. Ну, я надеюсь, что с ними не было никаких больше квестов. А если было, то такова жизнь в зоне. Тут у нас в аномалии тайничок имеется. Плюс нужно в саму аномалию заглянуть. Поискать артефакты, я думаю. Хотя чё-то... Чё-то мне тут больно, пипец. А где тайник-то? Артефактов я не зафиксировал. Артефактов нету ни хера. Нашёл. По-моему, мне про него даже в комментариях писали. Ну, сайга очередная. Вот единственный минус проходить с гонслейнгером, это то, что оружия очень мало. Ну, по факту, не то, чтобы я много оружия использую, да. Но, допустим, вот это ощущается очень на дробовиках. Без оружейного пака тут было бы обрез, тос, чейзер, спас, протекта. Пять дробовиков, есть куда стремиться. А в гонслейнгере только тос и сайга, как написали. Я думал, ещё протекта есть, но нет. Это уже где-то в моих влажных фантазиях. Я получил сайгу в начале игры, и всё. Типа, чё мне вот этот тайник с дробовиком? Может, без оружейного пака это было бы круто. Я бы тут с тозом бегал, тут хоп, чейзер нашёл. Наоборот, с чейзером бегал, тут хоп, спас. А тут, ну, чисто сайга, короче. Это вот, конечно, минус. Ну чё, мы прибыли в лагерь Максимилиана. Тут тоже не особо много народу. Чисто торгаш механик и сам Максимилиан, наверное. Лагерь у них поскромнее, конечно, выглядит. Но тоже имеется свой бункер. Опа. У меня этот бункер почему-то... Ну, он в Золине Шорохов появился, наверное, впервые, да? А он у меня ассоциируется с пространственной аномалией. Там на локации тоже был такой бункер. Так, думаю, тебя заинтересует. КПК-сталкера Вовке вроде бы рекомендовали учёным сдать. Поэтому я, наверное, КПК-бандит ему сдам чисто. Тысяча лады. Или Барбоса. Ну, это эти. Кидалы, которые, да? Дверь заперта. Я помню в каком-то из своих прохождений, одиночных ещё до ютубовских, я убил этого чела. И, по-моему, из него весь ассортимент выпал. Или нет? Но чё-то такое было. Русская водка, хлеб, патроны, всё сюда. Ящик закрыт, понятно. Кто такой? Привет, я от Мутного. А, это ты. Мутный сказал, что ты уладишь вопрос с посылкой. Да, вот она. Пришлось убить бандитов. Ну, значит, другим неповадно будет. Мутный сказал, что ты кого-то ищешь здесь. Я ищу сталкеров, труса, балбеса и бывалого. Видел их? Помню, были они здесь. Ребята вроде нормальные. Артефакт сердца Оазиса искали. Потому и ломились в центр. Да только неспокойно сейчас там. Наемников, мать их, развелось. Так что, если хочешь ребят своих найти, то нам по пути. Продолжай. Ушли они с группой Радика. Некоторое время от них ни слуху, ни духу. Думали уже всё, пропали парни. Но недавно мы получили сигнал от Радика. Застряли они там без еды и боеприпасов. Ни вперёд не могут пройти, ни назад. Единственный известный нам проход в центр контролируют наёмники. Мы собираемся атаковать их лагерь. Мои ребята уже на месте. Твоя помощь будет очень кстати. Тем более выручить Радика в твоих интересах тоже. Так что решай, ты с нами или сам по себе? Да, и с вами. Тогда можешь взять снаряжение у нашего торговца. И как будешь готов, подходи. Только смотри, я долго ждать не буду. Что здесь делают наёмники? Да это загадка. Видать, кто-то не хочет, чтобы сталкер совали свой нос к центру долины. Так, это мы... А! А, нифига! Это доп-квест, оказывается. Я думал, история дурацкая. Что можешь рассказать о здешних местах? Ну, пустырь здесь был. Пока большой выброс в землю не искорёжил. Артефактов тогда на свет вылезало, словно прыщи у подростка. Вот и переехали сюда сталкеры на ПМЖ. Пёрли сюда всё, что под руку попадалось. Строили времянки, укрытия. Думали, тут вечно клондайк артефактов будет. Но, выбросы почему-то прекратились, и артефакты стали быстро заканчиваться. Так что скоро сталкеры отсюда свалят, и опять будет пустырь, только искорёженные выбросами, загаженные сталкерами. Да, а как сталкеры умудрились столько барахла сюда натащить? Так на военных вертолётах и припёрли. У военных же приказ уничтожать сталкеров. Эх, брат, у высоких чинов зона – это одно, а у простых вояк – другое. Когда хрен знает, откуда опасности ждать, либо в аномалии сгинешь, либо монстры загрызут. А в кармане хрен заночевал. Вот и рапортуют вояки, что так, мол, и так, в таком-то районе замечена активность монстров. Им приказ на зачистку вертолёты и боеприпасы. А реально эту вертушку сталкеры зафрахтовали, и естественно, что никаких монстров в том районе нет. Сталкерам транспорт, воякам бабки да боеприпасы, которые потом торговцам сдают. Такая вот экономика, брат. А, подожди, какой новый квест? Тьфу, у меня просто с ним диалоги кончились, и там вылез диалог, я готов идти, я подумал, нихера себе. Вот я баран Х2, ладно. Работёнка есть? Не буду вдаваться в подробности, но было время, военные шабили на вертушках, забрасывали на всякое барахло. Я, естественно, тоже с ними имел дела. На последние два верта крыла не долетели. То ли сбили их, то ли в аномалии угодили, хрен знает. Один свалился около базы новичков, так что там уже ловить нечего, а вот второй упал где-то ближе к центру долины. Вот как раз на нём и был мой заказ. Пара стволов и ещё кое-какое барахло. А самое главное, ноутбук. Я его уже давно ждал. В общем, найдёшь мой ноут, с меня причитается. Ну а барахло можешь себе забрать, или я у тебя его куплю. Да уж, раньше никогда бы не подумал, что у военных здесь такой бизнес. Интересно, это им с рук сошло? Нет, конечно. У местных вояк после этого полуофицерского состава раком догнули. Хреново, больше к нам по воздуху барахло не ходит. Давай к делу. Ну так что, найдёшь мой ноут? Хорошо, если найду, принесу. Почему-то тут диалоги не кликаются, бляха, я не могу мышкой типа нажать. О, кое-как нажал раза с 15-го. Ну я, в принципе, и так на цифрах обычно нажимаю, но тут что-то это прям стрёмно как-то. Ладно. Максимилиан обещал мне снарягу. Лады, тебе какую больше по душе, снайперскую или штурмовую? Давай снайперскую. Держи вот. СВД без прицела. Спасибо, папаша, за это замечательное СВД без прицела. Ну походу... А, не, оно так не работает, да? А чё, реально, а где прицел на СВД взять? Мне нужен техник. Где техник? Здорово, мужички. Валерий Палыч. Работёнка есть? Есть, однодельца. Был у нас сталкер, гена непомнящий. Такс коммунист сделал, он у меня ящичек с инструментами. Да ушёл с базы. Мне нужны повреждённые стволы на запчасти. Нужны? Видишь, ящик слева от меня. Скидывай туда ненужное железо. Я на досуге поковыряюсь и заберу, что мне нужно будет. Много денег не дам, зато от хлама избавишься. Но мне кажется, лучше вот этой штукой пользоваться, разборкой. Потому что, насколько я помню, денег он там вообще по херне даёт. А, мне Зарю новую халявную выдали. Здорово. А нахера? Я даже её, наверное, разбирать не буду. Выгоднее будет её продать. Ну-ка. Две тысячи. Хорошо, сейчас проверим на выгоду. Чекаем. Так, 400 рублей починить. А с разборкой сколько будет стоить? Понятно. Или нужно, может, перезайти сюда? Подожди. Нет, всё то же самое. Ладно. Чё-то не получилось. Тупо продам тогда. По-моему, в этом моде, в оригинальной версии, можно было обузить то, что... Не со всеми стволами, насколько я помню, кстати. С какими-то стволами это не работало. Но, короче, я обузил здесь, помню... Видали? Он до этого за две тысячи покупал, а сейчас за тысяча девятьдесят девять. Чё за фигня вообще? Я чинил у этого чела поломанные стволы и продавал торговцу. Старая добрая схема обмана. Сейчас уже таким не попользуешься. Сейчас моды делаю большее на экономику внимание обращают. Хотя, далеко не все. Так, я хочу посмотреть, чё по поводу грейдов. Может, какой-то грейд надо сделать, чтобы прицел можно было нацепить? Так нету вроде ничего такого. Капец, можно три раза облегчить СВД. На 0,10, на 1 килограмм и на 0,50. Охренеть. Куда столько-то? Да, чё-то я думал, что СВД будет как-то, ну, поинтересней. Ну, другая ПСОшка какая-то нужна, по всей видимости. Подожди, не понял. То есть? Вы хотите сказать? Ага. Это интересно. Нахрена мне на САИГе прицел? А ты кто такой? О, нифига, тёзка. Снорки, мерзкие твари, ненавижу. Что, недавно на снорков охотился? Какой там охотился? Скорее, они на меня. Слушай, помоги мне в одном деле. Что за дело? Ходили мы с ребятами аномалию на артефакты шерстить. И всё было хорошо, я даже артефакт нашёл. Как вдруг снорки. Ну, мы начали отстреливаться. Помню, только сначала Вадика свалили. Затем Ромку. А потом я со всех ног дёру дал. Еле убежал. От меня чё хочешь? Понимаешь, мы с парнями с детства, друзья, в одном доме выросли. Мы заранее записали письма родным на флешки. Знали ведь, куда шли. И договорились, что в случае смерти, оставшийся в живых, передаст их по назначению. А я на то место больше не ногой. Если ты достанешь мне флешки, я тебе отдам всё, что у меня есть. 2000 рублей плюс артефакт этот грёбаный. Хорошо. Жалко, жалко, блин. Вот почему на втором канале нету видео. Все бродхеры сгинули в аномалии. Так, сообщить Максимилиану о готовности. Я не знаю, сейчас пойдём штурмовать или нет. Я думаю, пойду сначала за флешками. Why not, собственно. А если ещё кто-то в лагере, с кем можно пообщаться. Значит, тут прям такой домишко солидный, красивый, и никого нету. Но на самом деле, вот спустя время, раньше-то это всё под вауэффектом было. А сейчас, спустя время, с холодной трезвой головы могу сказать то, что для такой хорошей, жёсткой локации заселено здесь слабенько. Если бы это был мод 2022, ну или там 21, просто 20, то я думаю, тут бы NPC просто херово туча была. Всяких, с которыми можно поговорить. А тут, на самом деле, как-то скромненько всё в этом плане. Ну, я не говорю даже, это хорошо или плохо. Просто факт. Опа-опа, фиксирую грибы, походу. Сюда лут. Так, мне говорили, за лагерем Максимилиана есть учёные. Не знаю, где точно. Когда-нибудь мы это узнаем. Так, мне сюда по заданию надо чешо. Да, я пришёл. Там ещё где-то грибочек был, потом его заберу. Ой, этот псих одолбит, твою мать. О, снорки! Нифига, там аномалия за меня постаралась. Осталось найти флешку Вадика. Я помню, тут где-то какая-то шахта есть, в которой ты спускаешься, и там труп с артефактом на пси-защиту жёсткую. Или я ошибаюсь. Но, по-моему, это тут было. Но я эту шахту всегда по миникарте находил. В плане, я бежал-бежал, вижу труп. Опа, нашёл спуск, спустился, забрал. А тут так не получится. Но тут писали то, что можно получить миникарту, но для этого нужен тактический шлем и сделать специальный грейд. Но если там сейчас будет второй грибочек, я попробую найти учёных и сходить к ним. Посмотреть, что они там мутят. Так, грибы. А, а, аномалия! Да, блин! Ладно, я что-то помер, как конченый придурок. Блин, в этот раз ваншотнула. Сука, кто? Вообще, грибы... А, ну ладно, грибы же растут, их не садят. А хотел сказать, кто грибы в аномалиях садит вообще? Ну, блин, неприятно то, что грибы в таком дерьме растут. О, ура! Я просто не с той стороны заходил. Так, а это у нас тут чё? Чё почём? Опа! Какая-то база. Место сна. Это я помню базу наёмников. Это я не помню чё. Это, по-моему, база сталкеров. Тоже такая супердальняя. Вот это я не помню тоже чё. Это либо база наёмников, на которую мы будем производить штурм, либо ещё что-то. И вот это вот тоже, я не знаю. Короче, вот эти две точки, это база наёмников и база свободы, но что из них что конкретно, я не знаю. Но это так, из того, что я помню. Так, блин, ладно, я не хочу с собаками сражаться, я пошёл. Ради чего я здесь вообще? Я могу, конечно, побегать, грибы ещё поискать. Или просто, может, что-то найду интересное. Опа, слышь, там какой-то кастрик в натуре. А люди там сидят или нет? Я допрыгну? Вроде должен. Опа! Блин, ножки поломал знатно, конечно. Здорово, мужички. Я к вам на огонёк. Кто такие? Сколько лет? Почему не в армии? Хеллоу? А, это Гена Непомнящий. Оба-на, какие люди, Гена Непомнящий. А я тебя везде ищу. Техник на базе, Валерий Павлович, вообще по тебе соскучился. И по ящичку своему. Это наши с ним личные дела. И, кстати, ящичек я припрятал. Это на случай, если ты дурковать собираешься. Так что не лезь не в своё дело. Посмотрим. Найти способа забрать у Гена инструменты. По-моему, я не помню, что бы выполнил этот квест, кстати. Мне кажется, я его всегда пропускал. Но, я знаю, как это сделать. Нужно, короче, убить его подсосов и его ранить. И тогда всё получится у нас. Так, ну чё, ребятки, работаем давайте, значит. Раз, два, и сейчас мы с тобой отдельно поработаем. Опа, всё. Сейчас посмотрим, как ты запоёшь, когда тебе помощь требуется. Помоги! Эй, нет, братец, ты сначала мне скажи, куда ящик приныкал. А я подумаю, давать тебе аптечку или нет. Ладно, я закопал его тут, неподалёку. Дай аптечку, я отведу тебя к месту. Ладно, держи аптечку. Вот это место. Сейчас две секунды раскопаем. Нуфига себе, прям анимация, как он копает. Ну вот я, ну, пи***л, грубо говоря, на население. На заселение, точнее. А вот ещё одна сильная сторона этой модификации, помимо локации. То, что тут анимики всякие крутые сделаны. Ну ты в какой-то, я не знаю. А, тут теперь яма образовалась, прикольно. В коровьей какашки-лепёшки закопал. От ящика теперь говной воняет. О, смотрите, там какой-то проход жёсткий. Это чё такое? Это куда? Да, ёпты, тут аномалий просто охренеть. Очень много. Кстати, а торгует же ещё про вертолёт какой-то, говорил. А метки на карте нет. Интересно, чё за вертик? Ну его должно быть на карте, я думаю, видно. Типа, да? Он сказал, что-то ближе к центру. Вот это может? Хотя это самолёт вообще. Ну беспилотник, наверное, какой-то. Вертолёт, вот он, он вот так выглядит. Хотя, может, это реально... Не, мне кажется, это всё-таки вертик. Какой нахрен самолёт? Крылышки маленькие слишком. Ну ладно, потом, когда будем в тех местах, посмотрим. А пока? А пока я... Понимаю. А пока я возвращаюсь на базу. О, 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 подтягивался мужичок. Блин, жалко, я не посмотрел. Не застал. Так, чё по флешечкам? Ничего интересного. Здорово. Забирай. Вот это ты выручил. Теперь могу спокойно уйти из этой грёбаной зоны. Снежинка, а чё она даёт? Ммм, восстановление силы плюс шесть. То, что надо. Давай тогда пока вот так сделаем. Но я, наверное, воспользуюсь грибами и уберу отсюда радиацию. Чё думаете? Представьте, восстановление силы плюс шесть просто так, без негативных эффектов. Держи свой ящик. Вот это спасибо. Держи награду. Кстати, а что с геной? О, вот он тактический шлем. И дезертигал ещё в подарок. Отпустил его на все четыре стороны, а дальше его проблемы. Да и хрен с ним. Да и согласен. Так, да, вот он тактический шлем. На нём и нужно будет, наверное, делать грейд инфра... Фу, блин. Инфракрасный скандор. Вот оно. Так. Ну, давай тогда. Вот так, вот так. А, техник не делает такую модификацию. Понимаю, куда я сейчас деньги потратил. Я хочу слот себе сделать дополнительный. Даже два. Потому что прибавится у меня сейчас артефакт. Я думаю, в скором времени, который я буду использовать. Дезерт Игл. Ну-ка. Опа, какая пушка. Прикольно. Не знаю, буду ли я её использовать, правда, потом. Ну, ладно. Так, чё, всё. Больше у вас никаких заданий нету. У тебя точно нету. У тебя точно нету. Понял, принял, обработал. Чё делаем тогда? Тайник тут у нас какой-то на территории. Я хочу найти учёных. Если не найду, пойду с Максимилианом на войну. Где? В экскаваторе, что ли? Ну, походу, да. О, я, кстати, научился полным приседом приседать. Тут же шаг на икс. Вот это вот тоже такая неприятная для меня фича в Ганслингере. Я человек, который привык на шифт ходить, а не наоборот. Так, чё-то я херней страдаю. Нет, не херней, я ровный. Подожди. Может, он в трубе? Да, он в трубе. Прикольно. Ну, чё, ёптанах. Где учёные? Ну, неужели та дыра, которую я видел, это и есть учёные? Да чё, какой-то опасный пульт к ним. Я думаю, к ним какая-то более-менее безопасная тропка должна быть. Сталкеры же должны ходить туда. Или не должны, хер его знает. Ну, я вот сейчас по окраине гуляю. Ну, за лагерем Максимилиана писали. О! Чё-то тут имеется у нас. Правда, усеяны аномалиями. Ёптвою медь. Вообще не подойти. Белый гриб. Так, мне нужна безопасная тропа. Но я чё-то тут такое не наблюдаю. Хотя, тут вроде вполне безопасненько. Ладно, чё рискнём. Чё это такое? Не похоже это на бункер учёных, если честно. Или похоже. Чё это за говнецо? Нихера себе у вас тут. Технологии. Дорого. Чё скажешь? Не задерживайся. Да, да, прохожу. Ёптвою. Здорово. Я думал у вас посолиднее как-то будет. А тут по итогу. Ну окей, допустим. Здравствуйте. Приятно видеть новые лица. Если хотите изменить свойство артефактов, то вы пришли по адресу. Расскажи, какие модификации артефактов можно сделать. Самый востребованный вид изменений – удаление радиационной составляющей. Как известно, многие артефакты радиоактивны. Но есть способ это исправить. Как ни странно, эта операция возможна только с помощью артефакта радиоактивный гриб, который не представляет никакой пользы в чистом виде. Но, как говорится, клин-клином вышибают. При этом может усилиться и положительное воздействие артефакта на организм. Хочу изменить свойство артефакта. Снежинка, сюда лоу 3000 белый гриб. А, через часа 3, сука. А, на диванчике можно отдохнуть. Красота. Подожди. Ай, ладно, он ушёл. Ну тогда я этот, позже сдам. После сна. КПК Вовке. Артефакт готов, можете забирать. То есть тут чисто до артефакта. Сон идёт. Прикольно, прикольно. А я думал, не продумали, и нужно будет в лагерь бежать. А тут всё продумано, нахер. Знаете. Блин, не докинул. Хотел ему закинуть туда. Ваш заказ готов, забирайте. Я нашёл труп сталкера, Вовка звать. Вовка погиб? Жаль, парня. А его КПК у вас? Да. В одной из заметок сказано, что он выполнил ваше поручение. Я заплачу вам за КПК 7500. Подойдёт. Нихера себе, так-то чётко, реально. А, ну и чё у нас там со снежинкой? Смотрим, восстановление силы плюс 7 стало. И радиацию убрали. Замечательно просто. Я теперь могу бегать. Ну не то, чтобы бесконечно, но выносливость очень медленно тратится. Ну слушайте, у меня ещё 2 грибочка есть. Можно будет ещё 2 грейда сделать. Но на мамины бусы я не хочу делать грейд. Заживление ран. Это параша полная. Мне ничего не стоит бинт использовать, поэтому... Аревидерчи. Когда чё-нибудь покруче найду. А чё, выпустишь меня? Открой дверь, я ухожу. Когда чё-нибудь покруче найду, тогда поговорим. Ну и технологии у них тут, конечно, шок. Ладно, прикольно, прикольно. Мне понравилось. Гаднателло, в принципе. Я готов идти. Значит так, путь не близкий и всякое может случиться. Потому не отходя от меня далеко, а то обидно будет провалить операцию на этой стадии. Договорились. Атака лагеря следует за Максимилианом. Эээ, я думал нас перенесут, чё за фигня. Я не буду это комментировать. Мы в сало пойдём? Я думал у нас полноценный штурм нормальный будет. Ладно. Чё поделать? Работаем, ё-моё. Ой-ё-ёй. Блин, это же тот момент, который я в начале прошлого ролика показывал. Ну, типа со старого стрима. Только я тут с грозой ходил. Побогаче был. Да и диггл тоже неплохо, чё уж тут. Так, под собаки это уже нехорошо. Браток, надеюсь я по тебе не попал. Ах ты. Ой-ё-ё-ё, его жахают собаки, не надо. Так, мы подходим. Это тот самый контейнерный лагерь. Я прав или не прав? Прав. О, нихера! Вы откуда высрались? Из пещеры, охереть. Здоров. Перед тем, как вонём, если со мной что-то случится, найди группу Радика. Их последние координаты я тебе уже скинул. Хорошо. Ну а теперь слушай план. Проще не бывает. Ребята заложили взрывчатку на входе. Взрываем ворота, вломываемся и кладём их всех. Ты готов? Всегда готов. Я сжахну сразу несколько наёмников. А, мужик спит на посту, ему вообще нормально. А, их двое спят. Тем временем мы. Понимаю. Ладно, погнали, работаем. О, что? Ни хера. А СВД-то? С гнильцой оказалось. Ой. Я Максимилиана пристрелил? Или кого? Короче, я даже сначала не понял, что это я с СВД стрельнул. Я подумал, нифига себе. А. Я не сохранялся. Гениально, как обычно. Ладно, хватит, я думаю, с СВД развлекаться. Погнали. Ах, ты ж ёпт. Не стреляйте. Не надо. Так, спасибо, что пододвинули. Фига тут? В каждом контейнере чё-то есть. Вот так это сталкер, тихо. Ну, в плане там, то столики, то какие-то полки. Так, а где ещё? Где-то в той стороне они целятся, да? Опа, сюда. Да, бедный мужик. Сидел за столиками, колбасу жрал. А тут напали на лагерь. Так, ну чё, пока они там кого-то добивают. А, всё, они уже добили. Я хочу побегать тут, пособирать субинты, аптечки всякие. Всё, задание выполнено. Поговори с Радиком новое задание. Чё за Радик? Кто, кто, кто Радик фармит? Ах, ёпт. Нихера. Нормально. Ой, ой, зависло всё. Вылетело. Да. Ну, так-то на моменте штурмом я собирался заканчивать. Но меня уже и сама игра выпроваживает, говорит. Всё, ваше время окончилось. Так что, всем спасибо за просмотр, господа. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые серии Долины Шорохов. Вступайте в группу, заходите в телегу, всё есть в описании. Всем спасибо, все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok